Женился без любви на порядочной девушке. Жена требует ласки, внимания, слов любви, а я не могу через силу. Оба страдаем, как быть мне и жене. Брак, в который вы вступили, является браком не только здесь, на земле. Это ещё и промысел Божий, это отголосок с неба в нашу земную жизнь. Это, в общем-то, брак на вечность. В католической церкви разрешается только одно венчание. В нашей православной церкви у нас разрешено второе венчание, есть даже благословение, это уже не венчание, хотя и считается чином венчания, благословение на третий, в общем-то, брак. Ну и, в общем-то, четвёртый брак тоже не запрещается, но уже даже не благословляется, а рассматривается как ведение совместного хозяйства. Но в вашем случае все эти возможности в православной церкви, в общем-то, необязательны. Вы женились без любви на порядочной девушке, вы думали, что стерпится – слюбится. Не стерпелось – не слюбилась, тогда попробуйте другой момент. Вообще, любовь – это то свойство и качество, когда мы можем в себя насильно влюбить другого человека и себя заставить полюбить абсолютно всё, начиная от еды и заканчивая, в общем-то, даже человеком, который нам не очень приятен. Что такое любовь? Любовь – это радость, благодарность и жертвенность. Услышав это, мы с вами вполне можем, работая над собой, заставить себя полюбить своего ближнего. Вы пишете, что вы женились на порядочной девушке. Сейчас это тоже навес золота. Сейчас это тоже очень важный аспект. Вы скажете, ну что, я буду обманывать себя и её, говоря и ласковые слова, признаваясь ей в любви по большому счёту, это, в общем-то, не обман. По большому счёту, это дрессирование себя на пути, в общем-то, счастливой жизни не только вас, но и вашей, в общем-то, второй половинки. Вы теперь одно целое с ней. Если страдает один член в теле, то, в общем-то, страдает всё тело, говорит апостол Павел. И вот так вот просто понравилось, не понравилось взять другую жену или бросить та, которая не понравилась, это, по большому счёту, просто не мужской поступок, это не христианский поступок. Господь вас свёл. Вы приняли такое решение. Я специально подчёркиваю эти два очень важных тезиса. Никто вас не вёл, не заставлял расписываться в таинстве и венчании. Даже священник спрашивает, имеете ли вы благое намерение и непринуждённое? То есть, никто ли вас не заставляет? И если бы вы ответили, да, имею благое намерение, или нет, не имею благого намерения, и меня заставили, тогда священник дальше просто не имеет права даже совершать таинство брака, венчание. Но что же всё-таки вам делать? Заставьте себя и полюбите эту порядочную девушку. Не обижайте её. Научитесь радоваться любым её проявлениям. Научите её благодарить за всё. Начните жертвовать ради неё, может быть, даже своими какими-то чувствами. И спустя какое-то время обязательно ваше сердце коснётся любовь. Знаю по себе лично, что если начать мимически улыбаться, растягивать улыбку, заставлять себя улыбаться, то эта улыбка потом падает в сердце, и ты начинаешь радоваться абсолютно всему. Ты начинаешь радоваться проявлению Бога в этом мире, какой-нибудь козявки и так далее. Ты начинаешь удивляться всему, что будет происходить. И это начало любви к ближнему человеку. Радость – это одна из составляющих любви. Приобретите благодарность к ней, что вот она вас терпит. Она к вам хорошо, в общем-то, относится, хотя видит вашу холодность. Пусть вам будет стыдно. Научитесь стыдиться перед ней. Естественно, не унижайте её, не упрекайте ни в чём. И научитесь жертвовать собой ради неё. Да, своими чувствами. Да, пусть вам будет стыдно, что вы к ней плохо, в общем-то, холодно относитесь. И увидите, что радость, благодарность и жертвенность, которые будут в вашей жизни присутствовать, сыграют очень важную роль. Они соединятся в одном человеке. И это будет любовь к этому человеку. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.